Под стенами облгосадминистрации сегодня митинговали пенсионеры силовых ведомств, ветераны вооруженных сил, правоохранительных органов, военно-морских сил, участники АТО и других структур собрались на всю украинскую акцию с требованиями к центральной власти. Главное – придерживаться основ пенсионного законодательства. Пенсионеры напомнили в своем письменном обращении правительству о законе, в котором четко прописан механизм перерасчета пенсии бывшим военным и сотрудникам правоохранительных органов. Ветераны силовых структур беспокоятся о пересчете пенсии. Мы знаем, что закон 92-го года говорит о том, что нужно пенсии пересчитывать сразу же после того, как повышается денежное содержание военнослужащих. Такого не происходит, это раз. А во-вторых, Верховная Рада недавно приняла решение, что 1 ноября поставит задачу кабинету министров о том, чтобы определить приводные ремни решения этого вопроса. Однако ноябрь закончился, вопрос не решается. Всего в Одессе проживает больше 22 тысяч пенсионеров силовых ведомств. В стране таких людей почти полмиллиона. Делегация передала письмо руководству обл. администрации. Конечный адрес – Киев, улица Грушевского, кабинет министров Украины. Почему-то с повестки дня сняли пересчет пенсии всем военнослужащим. Мало того, многих военнослужащих снимают еще льготы. Типа, вот как один из депутатов Верховной Рады говорил, что, допустим, говорю в частности про подводников, а что у нас северного флота нет, а атомных подводных лодок нет. Значит, можно снять льготы? Извините, я служил в Советском Союзе, заслужил все, что я мог. Почему сегодня с меня должны снять все льготы? Поэтому это обидно, и я считаю, что наше правительство сегодня играет на грани. Но что снять силовиков, сегодня силовики поднимутся, вот, но это опора страны.